Река, это купание, рыбалка, отдых на берегу. Но Новоталицкая Вергуза в последние годы не подходила ни для чего из перечисленного. Водный объект сильно обмелел и зарос, превратившись в зловонное болото. Потому после многочисленных жалоб жителей из федерального бюджета были выделены 10 миллионов рублей на работы по расчистке русла. До того, как начали мы свои работы, на русло реки было полностью затянуто болотной растительностью. И донные отложения имеют свои такие свойства, скапливают все химические элементы, тяжелые металлы, которые очень негативно влияют на биосреду, на окружающее состояние данного водного объекта. Работы начались в сентябре. Очистка водного объекта производится при помощи плавучей машины, земснаряда. Она перемещается по водоему, фрезерной установкой собирает со дна иловые отложения и перекачивает их в так называемые карты намыва. В данном проекте используются три карты намыва. Общая площадь карты намыва позволяет переместить со дна водоема грунтов и иловых отложений в объеме 60 тысяч кубов. Карты намыва – это своеобразные фильтры. Здесь вода отстаивается и через специальные колодца возвращается обратно в реку. Но уже без донных отложений – чистая и прозрачная. Отфильтрованные ил частично утилизируют. Оставшаяся его часть пойдет на благоустройство берегов. Всего таким образом необходимо очистить участок протяженностью чуть больше километра. Работы, согласно госконтракту, должны быть закончены к концу 2016 года. По окончании очистки русла и благоустройства берегов здесь можно будет и рыбачить, и купаться. И местные жители смогут вдохнуть полной грудью. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.